Друзья, всем привет! Вы на YouTube-анале «Токсические войны». Сегодня у нас четверг, вышел опять катать смену, ну, все как обычно. Погодка в Москве, не поймешь, такая капризная становится. То жара, то периодически накатывает гром и молния, и проходит небольшой ливень. Но температура, в принципе, держится в комфортных условиях. То есть жарко-жарко, дождик пройдет, и даже при дожде температура особо не падает. То есть остается теплый, дует ветерок. Покатаем смену, посмотрим, сколько можно будет заработать. Можем отсудить парочку новостей. Друзья, предпросмотром видео, прошу подписаться на канал, поставить лайк. В конце оставляйте свой комментарий. Вам приятного просмотра, мне хорошей работы. Погнали! Итак, еду я на первый заказ. Поедем мы с Вешних Вод, куда не знаю, но коэффициент 1.79. А, нет, 1.70. Я подключил комфорт. Потому что все-таки редко мне удается уехать по Каплюсу со своего района, когда я начинаю. И, скорее всего, это тоже комфорт. Мы посмотрим, что это будет. Главное выбраться со своего района. А потом подключаем Каплюс и гоняем, работаем, зарабатываем. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. С 1 сентября в силу вступил новый закон о такси, которому нужно будет адаптироваться. Эксперт Парк подготовит программу сопровождения водителей. Техподдержка Парка проконсультирует вас по всей необходимой документации. А я и дальше буду держать вас в курсе и рассказывать о изменениях в работе. Сам лично работаю через Эксперт Парк. Комиссия Парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть бонус 1000 рублей за приведенного друга. Собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплаты ежедневные без комиссии. Четыре вида моменталок. В Эксперт Парке вы можете приобрести термокороб. Доставка короба в любой город России бесплатная. Также стартовала новая программа для парковых самозанятых. Эксперт Парк 2.0. Комиссия Парка для парковых самозанятых снижена 40 рублей. Повышен бонус за приведенного друга 1500 рублей. И повышение приоритета на 5 баллов. Все ссылки будут в описании. Техподдержка работает круглосуточно и ответит на все ваши вопросы. Если вы решили стать пешим курьером, Эксперт Парк поможет вам и в этом. Итак, с внешних вод на Ленинский 1629 с пассажиром, мне 1200. Ехали 46 минут, 22 километра, а не 24. Метро какое? ВДНК? Поступнила. А, поступнила? Или даже не так, что зал, что возможно это дышать. Ну, адрес можете сказать? Метро Сухаревского, да? Все, все. Так, с Горибальки на Калаямскую, 941 с пассажиром, мне 693. Ехали 28 минут, 15 километров. Я не брал кого-то с руки, вот сейчас я отвез женщину, уже бабушку, можно сказать, с Ярославского шоссе в центр на Сухаревскую. Я посмотрел, сколько стоит эконом, там 800 с чем-то рублей. Короче, комфорт плюс, что-то 1050, я попросил 600 рублей. Если бы была минималка, я бы вообще не брал бы из куда-то недалеко. Но надо платить аренду. Она дала полтора рубля и говорит, нет, нет, вот кинул и все. Я говорю, да стойте, нет, нет, короче, она ушла. Самый прикол, выполняя после этого один заказ по Яшке, в центре высаживаю пассажира, тормозит меня женщина опять, руку тянет, Байвантеев, по этой, где Пушкина. Она говорит, типа, вот эконом, ну, говорит, стоил 1260. Я говорю, ну давайте полторы, что-то она, давайте 1400. Мы сели, я начал смотреть по таксометру, только эконом 1560, ехать 40 минут, там 30 километров, что-то такое. Ну, короче, я говорю, да, полторы давайте, иначе маловато. Ну, дала полторы. Я думал, сейчас поеду в Антеевку, как обычно, в последний раз у меня было, куда-то за город поезжаю, и мне дает комфорт плюс, я уезжаю обратно куда-нибудь. Ага, как по Ивантеевке, начал я, там по несколько, по 7 километров, там 20 минут заказ, по 400 рублей, два заказа, нахер они нужны. Ярославское шоссе на 1-й Нагатинский проезд, 15, значит, 1700 с пассажиром, мне 1302, ехали мы больше, было 50 минут, ехали больше часа, там 24 километра на самом деле. Мне дали промокод на час, это какое-то чудо. Так, а чтобы, если вас заказать сразу, вам нужен еще раз, да, заказ? Создать, и не получится, да. Нет, вам надо в этом изменения просто внести в заказе. А куда вам нужно? А, нам потом нужно на Обаманское вернуться. Ребенка просто забрать, сейчас нужно. Ребенка? Да, ребенка забрать. Ребенок у тебя не готов сидеть. Он готов уже. Так, а ему сколько лет? Кресла не надо ему? А, нет, в 13 лет какие кресла. Вам нужно поменять за эти детали заказа, применять конечную точку и поставить, куда вам надо. Так, у вас сейчас там что стоит? У меня уже какая-то другая ждет машина, зачем я другая машина? Почему она вглючит вообще? А зачем тебе 10 раз одного и того же человека вызовешь, и она приедет тут же? Алло, ты готова? То есть прям... Можешь читала, собралась? Все, давай. Ага, ага. Ага, ага. Сейчас она спокойно оденется, ты вызовешь такси, и вы доедете. Хватит уже вот этот вот цирк устраивать. Да хорошо, хорошо. Дай мне сумку мою. Не очень удобно. Она уже застряла. Ай, блин, одни приложения, одни приложения. А я просто через интернет. А ты уезжай в Саратов свой обратно. Ты не умеешь пользоваться приложением. Тебе в свой Саратов уехать? А я научилась жить в Москве. А я нет. Ну вот тогда уезжай отсюда. Здесь не место. Да, все, смотри. Здесь только те, кто умеет приложение. Вот одно, что тоже иногда начинает умораживать, это когда люди начинают при мне выяснять свои какие-то отношения, или кто-то на кого-то начинает быщить. Зачем мне вот слушать эту лишнюю информацию, да? Ну, я как бы научился пропускать все это мимо ушей, но она конкретно еще, она именно орет еще. Поэтому, ну, неохота слушать все эти бредные, семейные. С Варшавского на Малую Бронную 1476 с пассажирем, не 1092. 17 километров в 39 минут. Ну, тут коэффициент был 1.70, по-моему. Ну, 28 минут, но не может быть дольше. Дольше? Ну, может быть, конечно. Белокарс как-то не работает, он будет. А вы курите? Можно не курить. Перекрон? Да. Ну, потом люди садятся. А вы курите? Да. Можно не курить. Перекрон? Да. Ну, потом люди садятся, говоришь, и запутан. И впадают, и стекла потом в этом. Ну, пленка на них появляется. Да? Пленка появляется на стеклах. Я в своей машине так. Перекронку курю вообще не дальше. Не, ну. Это просто, тем более, еще не моя машина. Тем более. Ну, у меня же ее проверяют. Да? У меня ее проверяют же потом. Запахи впитываются быстро. Кто-то с едой хочет съесть кофе. Кто-то там с духами, кто-то с животными. Кто-то курит. И это все потом смешивается. Курю вам воняет? Курю сигарет. В машине не курят. Это я мог на улице похудить. У меня больно. Но в самой машине. Ваша зарядка не заряжает. Как не заряжает? Так, только что заряжала. Ну, что заряжается. В Холд ехали до сих пор. Не 1% не зарядилось. Не знаю. Нормально за это все. Совершенно. Она каждое утро iPhone последний заряжает. По поводу последнего iPhone я ошибся. Конечно, не последний iPhone заряжается. А, наверное, предпоследний. Я просто не знаю их под нумерацией. Как они там, что, зачем идет. Такой берет. Главное. Едет всю дорогу. В телефоне там какие-то ролики смотрят. Ни на 1% у нее зарядка не заряжает. У всех заряжает, а у нее не заряжает. Зарядочка аккуратненько сложена была. В кармашек чехла. Так она торчит. Ее видно. Все аккуратно берешь. Сложено все. Берет обратно, блядь, запихал, вышел, окно не закрыл. А по поводу этих электронок, блядь, ну это просто какая-то, я не знаю, вот как, что за отношение к людям. Берет, затягивается, видимо, весь дым мне сюда выпускает. Окно закрыто, ну хоть бы спросил бы, можно там покурить. В принципе, без проблем я разрешил, если бы по-человеческое было отношение. Выдыхают. А что такого, я в своей тоже курю. А, это не ваша машина, ну так тем более, можно и курить, блядь. Все, если не своя машина, надо засрать, блядь, надо засрать, устроить здесь, блядь, кальянную. Вышел из машины, сразу же эту соску в рот дымите. Наверное, сейчас это, уже, наверное, и двойку поставил. Мужики же всегда оценку ставят, как же, вот же, мужик сейчас поставит, наверное, оценку. Или вообще в поддержку позвонит. Ну, поддержка, вы знаете, такое безобразие случилось. Что у вас случилось? Вы представляете, я закурил без поса, и водитель сказал, что курить не надо. А еще, а еще, вы просто представляете, я ехал, заряжал телефон, и он у меня не заряжается, зарядка не заряжает. Вы поставили водителю единицу? Конечно поставил, конечно поставил. Как же я не мог поставить ему единицу? Ой, молодец, мы дадим вам промокод. У вас будет скидка в 60 рублей. Но перед тем, как вести этот промокод, не забудьте прочитать молитву Марамоя. И проклянуть 27 раз водителя. Обязательно, обязательно я так все сделаю. С проспекта Мира на проспект Мира, тысяча, ой, 434 с пассажиром, мне 316, там ехали 4 километра 5 минут. Смотрите, как портится погода. Такие тучи. Сейчас я в окно высуну камеру, главное не вранить, так будет лучше видно. Походу сейчас ливанет конкретный дождь. Это только вот в Рашке, наверное, так могут, чтобы кому-то проехать надо. Вышли два сотрудника ГИБДД, перекрыли дорогу на Тверской. И там у ворот Росгвардеец ходит, да, никого не пропускает. Людям не дает перейти дорогу, чтобы кто-то выехал. Сейчас выйдет какой-нибудь Мерседес с охраной, и человек поедет. Ну, по-любому это не позднее. Но зато все должны стоять, вон, поехал. Что, Мерседес, микроавтобус, кто там. И все, вот представляете, козыри дивные. Но зато все стоят и ждут. Большого Знаменского на Рождественский бульвар, значит, ехали мы, на самом деле, 26 минут, 6 километров. Но дешево, 599 рублей с пассажиром, мне 499. Это КФ был уже 1,20 под Упали КФ. Так, с банного переулка на проспект Мега-124, это такая минималочка уже по пути домой, 381 пассажиры КФ, плюс 4 километра, 6 минут, мне 277 рублей. Ладно, сейчас будем подводить итоги, потому что Яндекс чуть-чуть меня подбомал. Что, друзья, давайте подводить итоги. Короче, Яндекс подкинул, конечно, тут такую херь, он прилег, меня выкинул с приложения, и, как я понимаю, у многих Яндекс заглючил. При входе обратно он писал, что ошибка, и он заглючил в самый дождь, в самый ливень. Я успел только с хорошими КФ-ами сделать там два заказа, когда пошел день, и все, меня выкинуло. Я с центра, по сути, вот к себе домой, там на север, да, ехал пусто, потому что все, приложение не работало, и вот оно только сейчас, через 40 минут, когда я уже почти у дома заработал. Ладно, будем подводить итоги, значит, 15 заказов я выполнил. А, никакие 15, там, 10 заказов я выполнил, и мне повезло то, что я отвез клиентов, которые ехали, да, с руки. 3000 я с них заработал в общей сложности, значит, как обычно, короче, 10 тысяч, чуть больше я сегодня заработал. Работал я с без 29 утра, да, до часа время ровно 8 часов. Ну, плюс там перерыв на перекусить. Вот такие заработки, в принципе, плюс-минус, всегда можно сейчас, как я понимаю, сезон такой пошел, заработать 10-11 тысяч. И, ну, из них вычитаем, кто на аренде, аренду я, соответственно, аренду и бензин, там, полторашка, да, все остальное себе. Пробки ужасные, просто, куда ни сунься, везде пробки, пробки, пробки. Вот такой вот получилась эта смена, друзья, пишите свое мнение в комментариях. Заткнись, пожалуйста, все этапы себя все знают. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, ну, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока!